12 марта Федеральная служба исполнения наказаний России отметила юбилей 145 лет со дня основания. Пенитенциарная система – это не только исполнение наказаний, но и реабилитация осужденных, а еще это люди, сотрудники ВСИН, ежедневный труд которых мало знаком законопослушным гражданам. В последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения, направленные на обеспечение прав осужденных, совершенствование материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях. В прошлом году на 28% вырос объем производимой учреждениями регионального УСИН продукции. Было произведено товаров на сумму более 500 миллионов рублей. Такой рост не в последнюю очередь обеспечило расширение действующих швейных участков. Именно швейные цеха позволяют трудоустроить максимальное число осужденных. В прошлом году в трех колониях сделали ремонт таких цехов. А 2024 год начали с открытия нового швейного участка в исправительной колонии номер один. На сумму 1 миллион 300 тысяч рублей цех обеспечили 30-ю новыми швейными машинками. Сейчас здесь шьют рабочие куртки для очередного клиента. Поставляют местный текстиль во все регионы ЦФО. Продолжается модернизация других производств. ЦФО с оборудованием было у нас в колонии поселения приобретено. За счет собственного также приобретения швейного оборудования у нас транспортные средства приобретались. И также у нас в прошедшем году была освоена федеральная целевая программа. Уделялись средства. Приобретено 86 единиц швейного оборудования, которые мы распределили по учреждениям в области. Соответственно, там, где были отремонтированы цехи. В соседнем цеху колонии осужденные занимаются металлообработкой. Сейчас в работе остановки общественного транспорта для областного центра. Также здесь готовы сварить строительные конструкции, контейнеры для мусора, бункера и урны. Также осужденные изготавливают мебель из металла, география поставок которой от Москвы до Хабаровска. Исправительные учреждения области имеют собственные сельхозугодия. В прошлом году осужденные колонии-поселения получили хороший урожай картофеля – 800 тонн. Региональное управление полностью обеспечивает свои учреждения свежими и маринованными овощами, а также молоком. Равно как и право на труд, осужденные имеют право на медицинскую помощь. В Тамбове плановую и экстренную помощь людям, находящимся в колонии или СИЗО, оказывает больница ведомственной медсанчасти. Давление 115 на 80. А что жалуете? Головная боль. В прошлом году более 500 пациентов получили здесь помощь терапевтов, кардиологов, психиатров, пульмонологов, онкологов и хирургов. В больнице даже делают плановые и экстренные операции малого объема. В остальных случаях включается механизм сотрудничества с гражданскими медучреждениями. За 2022-2023 год мы подготовили трех больных для оказания высокотехнологической медицинской помощи по замене забедренного сустава. Направляли в ней травматологию и ортопедию в Новосибирск. То есть там было проведено три операции после нашей подготовки больных всех. В том числе оказываем помощь в плане кардиологии. Это согласован с областной больницей. Больные с острыми состояниями, острыми фактами, оказываемым, кому необходимо стентировать и лечентировать. Кроме того, в прошлом году в больнице обновили лабораторный комплекс, а также приобрели новую рентгенологическую установку на два рабочих места. Здесь уже успели провести более трех тысяч исследований. Даже когда никотин будет выведен из организма, все еще будет возникать психологическая тяга. Легче сохранить здоровье, чем лечить последствия дурного к нему отношения. На эту и другие темы с осужденными говорят приглашенные эксперты. Такие встречи в местном Доме культуры проводят довольно часто. Можно сказать, что досуг осужденных достаточно разнообразен. Для желающих функционируют кружки по интересам. В исправительной колонии номер один трижды в неделю репетирует музыкальный коллектив с интересным названием «22». Лидер группы Владимир еще в школе играл в духовом оркестре, так что с нотной грамотой хорошо знаком. Коллектив сложился спонтанно. С бас-гитаристом вместе прибыли в колонию, а в соседнем отряде оказался барабанщик. Сейчас в репертуаре группы около 20 песен. Что-то заказывают товарищи, что-то хочется разучить самим, но окончательный репертуар утверждает администрация колонии. Ну, что-то на слух, что-то из песенников во время передачи присылают песенники, берем оттуда в аккорды, играем. Ну, много чего на слух. Гитару эту собрал из двух, одно. Нормально играет. Еще одна гитара у нас есть, освободилась. Ищу ритм гитариста, сам хочу перейти на соло-гитару. Вот, чтобы играть более, ну, объемно. Клавишника ищем, клавишник посложнее, конечно. Условия содержания осужденных с каждым годом улучшаются, как и совершенствуется система охраны исправительных учреждений. Отдел охраны круглосуточно следит за периметром колонии, а также проверяет каждого, кто пешком или на транспорте попадает на территорию колонии или покидает ее. Технические средства позволяют не только провести осмотр снаружи, но заглянуть внутрь автомобилей. И результаты работы службы охраны говорят за себя. Внештатных ситуаций не случалось уже много лет. Наша задача – это тщательный досмотр всех граждан, которые входят и выходят в территорию исправительного учреждения, и, соответственно, транспортных средств и грузов. Чтобы в этих транспортных средствах злоумышленник осужденный не слышал побег, то же самое, чтобы не были доставлены в учреждения запрещенные предметы различного, я имею в виду мобильные телефоны, наркотические вещества, алкогольная продукция и так далее. Кроме того, в структуре охраны работает и кинологическая служба. Это 13 служебных собак и кинологи, которые также патрулируют территорию и работают на КПП. Законность и правопорядок в исправительных учреждениях обеспечивают и оперативные подразделения. Причем зона ответственности оперативников – не только периметр учреждения. Они помогают расследовать преступления, а также пресекают попытки смекалистых курьеров доставить в колонию запрещенные предметы. Различные летательные аппараты. Принцип действия очень простой. То есть оператор данного летательного аппарата может находиться очень далеко, при этом может наблюдать за всем происходящим по видеокамере, в специальных очках. Подвешивается сюда мешок с запрещенными предметами. И данный объект летит в сторону исправительного учреждения. С 2017 года как вид наказания начали применяться принудительные работы. В нашей области открылся один из первых в стране исправительный центр. Шаг за шагом по пути к новой жизни без нарушений закона идут осужденные исправительного центра номер 2 в Тамбове. Они трудоустраиваются на предприятия области и ведут собственный быт, приближенный к домашнему. В исправительном центре могут содержаться до 114 человек. Но в разгар рабочего дня здесь сложно застать кого-то, кроме сотрудников УФСИН. Большинство осужденных на рабочих местах. Согласно распорядку, по уважительной причине они могут находиться вне исправцентра и в нерабочее время. В личное время и по решению начальника исправительного центра они могут выходить за пределы исправительного центра для приобретения продуктов питания, первой необходимости и также встречаться с родственниками. В исправцентр осужденный попадает либо по решению суда в наказание за преступление небольшой или средней тяжести, либо из колонии при условии безупречной дисциплины. Принудительные оплачиваемые работы – альтернатива наказанию, связанному с лишением свободы. При устройстве на работу учитывается возраст, состояние здоровья и специальность осужденного. Вот уже два года исправительный центр сотрудничает с заводом строительных конструкций. На данный момент порядка 30 человек постоянно трудятся, работают за этот период. Я думаю, около 80 человек прошло через наше предприятие. Но мы их не рассматриваем как заключенных или осужденных, направленных на какие-то исправительные и принудительные работы. Для нас они полноценные работники, которые получают такую же зарплату, как и остальные сотрудники нашего предприятия. Алексей до совершения правонарушения никогда не работал на промышленном производстве. В Тамбов мужчина попал из Москвы. До этого несколько лет он отбывал наказание в исправительной колонии. На заводе Алексей работает уже 5 месяцев. Признается, приятно трудиться в коллективе. По образованию менеджер в работе с клиентами нет, опыта на производстве не было раньше. А быстро втянулся? Да, достаточно, да. Ну, сложного почти ничего нет. Было бы желание. Социализация в первую очередь, потому что достаточно длительное время я находился на колонии строгого режима. И вот сейчас вот меня перережимили. Ну, я в целом очень доволен. Осужденные имеют право на обеденный перерыв, выходные, оплачиваемый отпуск и больничный. С хорошими рекомендациями при условии соблюдения правил и одной трети отбытого срока за плечами осужденные могут получить право на проживание вне исправцентра, в собственном или арендном жилье. Конечно, в том муниципалитете, где расположен исправительный центр. Несмотря на то, что в исправцентре отбывают наказание не только жители Тамбовской области, некоторые осужденные, получая долгожданную свободу, остаются работать на производстве. Так, на этом заводе сейчас работают пять таких человек. Ежедневно сотрудники исправцентра контролируют трудовую дисциплину осужденных, а дважды в месяц сами выезжают на место работы своих подопечных для проверки на месте. Сейчас в нашем регионе действуют два исправительных центра. Кроме того, в 2023 году открылся участок исправительного центра на промышленном предприятии Токаревского района на 52 места. Есть наказания, совсем не связанные с лишением свободы. Их исполнением занимается уголовно-исполнительная инспекция. Сейчас ее сотрудники проверяют, живет ли по месту прописки осужденный, которому суд предписал не менять место жительства. В этот раз все в порядке. Человек на месте, трудоустроен, живет с семьей. Бывает, что осужденный не так внимателен к правилам. Мы выезжаем на адрес, начинаем его искать, опрашиваем соседей. Если человек не находится, мы начинаем объявлять его в розыск. Также бывает, исполняем исправительные работы, обязательные работы. Бывают такие случаи, когда осужденный тоже не отрабатывает. Мы тоже выезжаем на адрес, все это выясняем обстоятельства. Меры пресечения у нас есть. Также домашний арест тоже исполняем. Проверяем по месту жительства. Два раза в неделю выезжаем. Также используем электронный браслет, который отслеживает местонахождение осужденного. Без малого 50 лет уголовно-исполнительной системе отдал Андрей Власов. В 1976 году он начал службу фельдшером в колонии, а ушел на пенсию начальником СИЗО номер один в 2013 году. До сих пор Андрей Николаевич возглавляет ветеранскую организацию. На его глазах менялась страна, а вместе с ней и уголовно-исполнительная система. Система очень поменялась. Она все эти годы, конечно, гуманизировалась, как бы так сказать, модернизировалась в лучшую сторону, конечно, надо сказать, потому что улучшилась и условия содержания спецконтингента, и питания, и медицинское обслуживание. Ну, не только спецконтингента, но и условия службы личного состава. То есть она стала более престижной. У нас имеются свои высшие учебные заведения. По окончании школы молодые ребята, девочки поступают в наше учебное заведение и приходят на службу хорошие, грамотные, профессиональные, будем говорить, работники. И это лишь малая часть того, что можно рассказать о Федеральной службе исполнения наказаний. На плечах этих людей лежит непростая миссия по нравственному оздоровлению тех, кто приступил закон, восстановлению их социальных связей и успешной интеграции в общество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok